Королевы, принцессы, герцогини и прочие первые леди появляются на публике наряжаясь по традиции той августейшей семьи, к которой они принадлежат. Да они даже настоящие антикварные короны в 21 веке надевают. Но как выглядят эти королевские особы все остальное время года, помимо государственных раутов? Более чем обыкновенно, после сравнения фотографий коронованных особ на официальных мероприятиях и в повседневной жизни, становится очевидно, что выглядеть как королева способна абсолютно каждая женщина. Убедитесь сами, один, Матильда, королева Бельгии. Бельгия всегда занимала особое положение в шенгенской зоне и странах Европы в целом. Посему, внимание к монаршей семье приковано основательное. Но это ничуть не мешает действующей королеве гулять по столице без сопровождения охраны и не боясь назойливых журналистов. Более того, большинство бельгийцев искренне уверены, что ни за чем беспокоить настолько занятых людей досужими сплетнями. Сама же королева, по специальности является логопедом и детским психологом. Два, ранее, королева Иордании, как и большинство арабских государств Ближнего Востока, в Иордании чтят древние традиции и с уважением относятся к правящим монархам. Не стала исключением и королева ранее Аль-Абдулла, несмотря на то, что она активно продвигает равноправие между мужчинами и женщинами во всех аспектах социума. Помимо этого, она частенько нарушает местные табу, которые тянутся веками из-за религиозно-культурного наследия страны. Иными словами, это практически единственная королева, которая действительно пытается сделать жизнь своих подданных лучше и современнее. Три, Летисия, королева Испании, дочь журналиста и мечестры, а впоследствии жена испанского короля Филиппа VI, в повседневной жизни выглядит более чем нормально. Без лишнего формализма и пафоса. До того, как приступить к монаршим обязанностям, она была довольно успешной журналисткой со множеством наград в профессиональной сфере. Посему, она прекрасно знает, как следует выглядеть и вести себя на публике, чтобы не дискредитировать себя в глазах общественности. 4. Максима, королева Нидерландов, супруга короля Вильяма Александра, полное имя которой звучит как Максима Саррегета Черрути, родилась в Аргентине. Многие члены парламента Нидерландов были резко против свадьбы наследного принца с иностранкой, но торжестве все-таки состоялось. Несмотря на приставку «консорт», она является полноправной королевой. Хотя, по скромности может подать примеры церковным деятелям. 5. Мэри, принцесса Дании, жена наследника датского престола родом из Австралии. Она работала в рекламном бизнесе и имеет несколько степеней, связанных с этой сферой. В середине 2003 года она переехала в Данию, а уже через год была объявлена о ее помолвке с принцем. После церемонии бракосочетания она получила титул ее королевского высочистства кронпринцессы Мэри Датской. 6. Виктория, принцесса Швеции, дочь короля Карла XVI Густава, кронпринцесса и герцогиня Вестерготландская является полноправной наследницей шведского престола из династии Бернадотов. Помимо королевских обязанностей, принцесса работала в посольстве Швеции в США, служила в армии, получила степень бакалавра гуманитарных наук. 7. Мака, принцесса Японии. Япония всегда выделялась своим трепетным отношением к традициям и уникальной культуре, которую они смогли пронести сквозь века. Но даже в такой закрытой стране с жестким социальным строем смогло произойти невозможное. Принцесса Мака решила обручиться с простолюдином. Это решение лишит ее привилегий и вычеркнет из императорской семьи. Впрочем, сама принцесса всегда выглядела на людях, как одна из своих. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока!